Сухановские дома. Точнее, когда-то были дома, а теперь бараки. И пусть не во всех, но в них живут. Точнее, больше жалуются. Сергей, например, в этом доме родился. И 56 лет в нем же проживает. Сниматься категорически отказывается, но показать красоту родного гнезда. Согласен. Вот-вот все развалится. Ну или свалится прямо на голову. А те, кто помоложе, и даже не жалуются. Так-то тепло, отопление хорошее, но слышимость, например, машины ездят как будто прям по голове. И когда дождики, крыша текла, например. И когда холодно было, стены сырые, и плесень на стенах была везде. Дождик на голову капает, и плесень, а так все хорошо. В таких условиях, заметьте, со всем еще маленьким малышом. Кто-то не смог тут существовать, сохранил лишь прописку в этих развалинах. Другие умудряются сдавать свои площади. Мы приехали в эти дома с утра, и почти никого из местных жителей дома нет. Нам не открывают, но совершенно точно видно, что дома непригодные для жилья. Это деревянные стены, постройка 30-х годов. Некоторые жители живут здесь всю свою жизнь. В основном квартиры снимают. Порядка 20 тысяч стоит снять жильем в таком доме. Просвет этой истории из прекрасного будущего практически виден. Не было как вдруг, буквально через дорогу застучали строители. Подмосковье застраивается быстро, стремительно. Новостройки словно вылупляются. Не было и вдруг есть. Но пахнет ли новосельем в семьях, которые сейчас заселяют бараки? Сейчас все наполнено слухами. Кто говорит, что не хотят нас переселять? Кто говорит, что эти дома построены под платные дома? Вообще, никто ничего не знает. Ну, а вот примерно в такой дом могут переехать жители бараков из Суханово. Это улучшенная планировка. Это несмотря на малую этажность, лифт в каждом подъезде, хорошая парковочная зона. Здесь пешеходная зона между домами. Машин здесь предполагается, что не будет стоять вообще. Сдача домов планируется в следующем году. Старший менеджер продаж комплекса усадьбы Суханово на макете показывает, где именно будет город-сад. В первую очередь наше строительство как раз-таки это вот 6 домов, которые уже возведены. Монолитные работы завершены. Предполагается вторая очередь застройки чуть левее. Чуть левее должны стать дома, в которые и переедут из бараков в Суханово. Ключевое слово «должны». Другое дело, что в проект, который утвержден, внесла свои коррективы прохождение этой дороги солнцу, будто видны. В связи с чем, сейчас концептуально надо понять, как будет эта территория развиваться. Часть уже начала осваиваться, развиваться. На это зависит, завязано переселение жителей. Поэтому надо, конечно, в комплексе вопрос подойти. Пока строительство не приостановлено. Проект точно ждут перемены. Как скоро все документы будут согласованы, сказать трудно. Застройщик уверяет, если их работу не ограничат, из бараков в новые квартиры можно будет переехать уже будущим летом. Катьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Вархонова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова